Мужество. При последнем рассказе Люля о малодушном художнике мне стала наконец проясняться разница между силой магнита и силой дерманта. А тут совсем неожиданно заговорил Гарун. И русское слово для обозначения силы дерманта наконец-то явилось. Выслушав последний рассказ Люля, Гарун сказал, — Если человек здоровый и может бороться с медведем, то это просто магнит. А если человек нездоров и все-таки может бороться? — Больной с медведем не может бороться, — перебил его Люль. — Я не говорю, что с медведем, — сказал Гарун. — Человек может самим собой бороться больше, чем с медведем. И он рассказал нам подробно, как делали ему операцию в животе. Доктор велел ему вдыхать газ. — Зачем газ? — спросил Гарун. — Чтобы не больно, — сказал доктор. — Не хочу газ. Хочу понимать. Трудно терпеть. Могу все терпеть. Стали резать. Было холодно. После стало жарко. После слезы. Много слез. А легче. — Кончили? — прошептал Гарун. — Да, мы кончаем. — Покажи. Показали красный кусочек кишки. Гарун поднял голову и увидел весь свой вскрытый живот. Там кишки были синие. — Зачем там синий, а тут кишка красный? — Красный кусок. Больной кусок. После того Гарун стал слабеть и спрашивать больше ничего не мог. Он лежал как мертвый, и все говорили вслух, как будто он ничего больше не мог понимать. Он же все слышал и понимал. Дверь отворилась. Чей-то голос спросил. — Жив? — Еще жив, — сказал доктор. Когда укладывали на носилки, ничего не слыхал. Но когда понесли, слышал. В коридоре кто-то сказал. — Кончается. — Плох, но еще жив. В это время Гарун сказать не мог ничего, и пошевельнуться, и дать знать рукой не мог. Если бы мог он в ту минуту сказать, если б мог, он сказал бы тогда докторам, Гарун будет жив. И остался Гарун жив, и убивает много кабанов и медведей. Вот она, — воскликнул Люль. — Вот она, сила, дермант. И все стало совершенно понятно. Магнит — это просто сила, а дермант — значит мужество. Стали понятны также и слова Люля о том, что дермант — мужество. Единственный путь к правде. Редактор субтитров А.Семкин